Камера работает. Событие 11 сентября. Обман. Мы так и не узнали, что произошло на самом деле. Их конечная цель — создать единое мировое правительство, где каждому будет имплантирован радиочип. Все деньги будут в этих чипах. И я услышал это прямо от Рокфеллера. По его словам, именно этого они хотят добиться. Аарон, в чем, по-твоему, был смысл освобождения женщин? Мы Рокфеллеры его финансировали. Мы финансировали все движение. Они делают все, что захотят. Чего хотим мы, больше не имеет значения. Значения имеют только их замыслы, их планы. Они имеют денег, сколько захотят. Они могут напечатать денег, сколько захотят. У них в руках станок. Бери и печатай. Дело не в деньгах. Дело в контроле. Дело в том, каким они хотят видеть мир. Вы слышите, как Джорджи Буш говорит, демократия означает свободу. Нет, демократия равна новому мировому порядку. Я верю, что Бог поместил меня на эту землю, чтобы я стал как можно лучше и тоже справедлива для всех людей. Вы должны защищать в жизни правое дело. Если вы этого не делаете, вы ничто. Алекс Джонс представляет. Размышления и предостережения. Интервью с Аароном Руссо. Я поклялся на алтаре Бога в вечной вражде против любого вида тирании над разумом человека. Томас Джефферсон. Отмеченный наградами кинопродюсер, ставший борцом за свободу, Аарон Руссо был удивительной личностью. Знаете, он боролся с раком более трех с половиной лет, когда начал делать фильм «Америка от свободы к фашизму», который он снял, срежиссировал и смонтировал практически в одиночку, лишь с помощью горстка людей. Удивительная личность. Долгая жизнь, полная отмеченных наградами фильмов, упорного труда и выступлений в защиту биля о правах и Конституции. Когда мы впервые начали распространять это интервью, я выложил его в сети бесплатно, но некоторые части никто раньше не видел. Поэтому сегодня у вас появится шанс увидеть полное интервью. Последнее интервью с Аароном Руссо. Но его важная работа живет дальше. Он создал один из наиболее грамотных фильмов, разоблачающих элиту, контролирующую нашу страну и весь мир, частный федеральный резерв. Информация, которую он дал два года назад, сегодня справедлива, как никогда. И его фильмы «Америка от свободы к фашизму» и «Злой как черт» и другие его замечательные работы все продолжают, как круги на воде, зажигать лесные пожары в умах мужчин и женщин повсюду. Итак, этот фильм посвящен единственному и неповторимому Аарон Руссо. Камера работает. Для меня честь давать интервью Алексу Джонсу, искателю истинно борющемуся за справедливость в Америке, и от добрых слов мое лицо расцветает в улыбке. Аарон, когда вы начали понимать, что с миром что-то не так, впервые узнали обо всем этом банковском картеле, Федеральной резервной системе и новом мировом порядке? Все происходило постепенно. Я всегда был очень независимым, всегда верил в индивидуальность, в то, что мы пришли на эту землю, чтобы стать уникальными личностями и реализовать данный нам Богом потенциал. И что единственный путь реализовать свой потенциал — это быть свободным, понять, кто ты, и делать ошибки, совершать промахи. И по мере взросления я начал все сильнее осознавать, что правительство препятствует мне в том, что я хочу делать. Произошло вот что. Я добился серьезного успеха, занимаясь дамским бельем. Я работал на отца, у него был небольшой бизнес нижнего белья, и, кстати, я создал первые дамские трусики бикини еще в 1963. А затем я открыл в Чикаго ночной клуб под названием «Электрический театр». И он открылся в день убийства Мартина Лютера Кинга. Вот это да. Так что город Чикаго был охвачен пламенем в день открытия моего клуба, и никто в клуб не пришел. А в Чикаго в 1968 году проходил съезд демократической партии, и мой клуб стал местом тусовки хиппи. Приехавших в Чикаго протестовать против происходившего в стране. Однажды вечером в моем клубе проходил концерт для сбора денег, и полиция устроила в нем облаву, совершенно без причины. Я был в своем офисе с окнами на улицу, и увидел кучу фургонов, тормозящих перед клубом. Мне было всего 24 года, у меня не было никакого опыта. Что здесь делают эти фургоны? А потом я увидел, как множество копов вылезает из фургонов и направляется в мой клуб. О боже, они устроили мне рейд. Я побежал вниз, забрался на сцену, остановил игравшую группу, и сказал зрителям, у нас облава, поэтому сядьте на пол, не сопротивляйтесь. Покажите удостоверение личности и сотрудничайте с полицией. Как только я сказал это, двое копов подошли сзади, бросили меня на пол, схватили и потащили из клуба. А я кричу, победа, победа! В то время это того стоило, я был почти ребенком. А потом я увидел там пожарных. Они выворачивали все урны с мусором на пол. И я успел подумать, зачем это они? Очень быстро, пока меня тащили наружу. Я не совсем понял тогда. Потом меня закинули в фургон. Во время этого один из копов схватил меня сзади за яички и сжал. И я попал в фургон, испытывая адскую боль. Следующего человека, когда его засовывали в фургон, копы выхватили дубинку, ударили по голове и проломили ему череп. Ни за что. Все было в порядке. И это стало вашим пробуждением. Это стало моим пробуждением. То есть, что происходит? Я думал, это Америка. Я искренне полагал, что во всем виноват чикагский мэр Дейли. На следующий день это было на первых полосах газет. В них была моя фотография и заголовки. Электрический театр замкнуло накоротко. В нем устроили облаву. А в статье говорилось, что причиной облавы в клубе было то, что пожарная служба пришла и увидела, что там было грязно, полно мусора, а хиппи начали на них нападать, что было совершенной неправдой. Ахламон и хиппи. Это была от начала до конца ложь, чистой воды фальсификация. То есть, они все сфабриковали, подставили вас. Да, разумеется. Я был шокирован. Люди так врут. Люди на самом деле так поступают. Я не мог в это поверить. Это стало для меня пробуждением. Я пошел на телевидение. Я рассказал людям по телевидению, что они соврали. Всем было все равно. Никому не было дела до правды. Меня это шокировало. Затем, через неделю или две, я уже не помню точно, ко мне пришли два копа. Лейтенант и сержант. Или капитан и сержант. И сказали, «Мистер Руссо, мы сожалеем, если причинили вам боль той ночью в клубе во время рейда. Но мы пришли сообщить, что если вы хотите, чтобы клуб оставался открытым, вам это будет стоить 2000 долларов в месяц. Мы будем приходить раз в месяц. Когда нам нужно будет устроить вас облаву, мы позвоним и сообщим, что сегодня мы придем к вам с рейдом». Это была мафия. Да, полицейская мафия. На самом деле, все было еще интереснее. Они сказали, «Смотрите, есть план А, план Б и план Супер Делюкс. В месяц каждый будет стоить вам столько-то. Какой из них вы хотите?» Что из себя представлял Супер Делюкс? Его я и выбрал. Это был план за 2000 в месяц. Я выбрал этот план. Я платил им 2000 долларов в месяц, и они оставили меня в покое. И когда они собирались устроить рейд, они звонили мне, «Сегодня будет фальшивый рейд, показуха для людей из округи». Так вы впервые встретились с их разбоем. Это стало мне наукой о коррупции и правительстве. Но я и правда думал, что так только в Чикаго. Я не понимал, что по всей стране то же самое. Так я внезапно осознал, что люди лгут, обманывают и воруют. Я думал, что все всегда честные, отзывчивые и порядочные. Я не имел представления о подобных вещах. Дальше случилось то, что однажды они пришли ко мне и сказали, «Послушай, мы больше не можем брать твои деньги». Я сказал, «Почему? Что такое? Что случилось?» Они сказали, «Мы должны закрыть твой клуб. Приближаются выборы, и городское управление не хочет, чтобы вы оставались открытыми. Так что мы не можем взять твои деньги». Мне пришлось обращаться в суд и бороться с ними. Они пытались закрыть клуб, а затем однажды ночью случился пожар, и клуб так больше никогда и не открылся. Это был конец клуба. Они меня выжили. На том мой опыт общения с ними закончился. После этого я вернулся в Нью-Йорк, где встретил Бэт Мидлер. Я увидел ее в маленьком ночном клубе под названием «Импров». Мне она показалась фантастической. Вследствие ряда событий я стал ее менеджером. Как только я стал ее менеджером, ее карьера взмыла ввысь, словно ракета. Мы добились серьезного успеха. Будучи менеджером Бэт, я начал продюсировать шоу на Бродвее, где получил премию Тони. Также я продюсировал телешоу и получил Эмми с Дастином Хоффманом и Бэт. Затем я продюсировал для нее «Розу», за которую она была номинирована на «Оскар». В результате этого я продюсировал «Поменяться местами», которые знают все. Лучший фильм Сэдди Мерфи. Ну, хороший. Не обязательно лучший, но очень хороший. Я очень горжусь, что сделал этот фильм. Поэтому в глубине души я чувствую, что сделал классическую комедию в «Поменяться местами», классический мюзикл в «Розе» и классический документальный фильм «От свободы к фашизму». Поэтому я очень горжусь своей работой в качестве кинопродюсера. Аарон, почему вы это делаете? Какова философия вашей жизни? В чем, по-вашему, ее смысл? Я считаю, что в жизни важно нравиться самому себе. Если вы себе не нравитесь, ничто не имеет значения. Нравиться себе значит уважать себя. Уважать себя значит совершать поступки, которые вы бы уважали, совершив кто-либо другой. А зачем жить, если вам не нравится кто вы? Можно иметь все деньги в мире, но если вы смотрите в зеркало, и вам не нравится то, что вы видите, зачем они? Поэтому для меня самое важное, что мне нравится кто я, и что я совершаю поступки, которые я бы уважал, совершив кто-либо другой. Тогда вы ведете прямую, честную, искреннюю жизнь. И я верю, что человек может формировать свой характер, как скульптор формирует кусок глины. Есть старая пословица, «Леопард никогда не меняет свои пятна». Я не верю в это. Я верю, что люди всецело могут формировать свой характер и становиться тем, чем выбирают быть в жизни, своим идеалом. Именно это я и попытался сделать собственной жизнью. Я не тот же человек сегодня, каким был 30 лет назад. Я сильно изменился, потому что хотел стать лучше, чем был раньше. И вот моя философия. Вы должны быть себе симпатичны. Вы должны быть порядочным человеком с характером, целостностью и честью. Вот что важно. В конце 80-х я довольно серьезно играл на бирже с серебром и золотом. Раньше я этого на пленку не рассказывал. Я довольно серьезно играл на бирже с серебром и золотом. И я всегда платил налоги. Я воспользовался легальным налоговым вычетом по своим сделкам с серебром. Несколько лет спустя, кажется, в 88-м или 89-м году внутренняя налоговая служба заявила, что то, что делал я и другие люди тоже, теперь было незаконно. Больше так делать мы не могли. Но они придали этому обратную силу. Что значит обратную силу? Тогда это было разрешено. Я поступал по закону. Они сказали, ага, а теперь мы это запрещаем и в прошлом. Так что облом. И ты должен нам 600-800 тысяч долларов. За что? Все было законно. Как можно придать закону обратную силу? Изменить закон в прошлом? Где здесь здравый смысл? Зачем так делать? И все согласились, что так делать нельзя. Поэтому мы обратились в суд с коллективным иском. А судья поддержал ВНС и сказал, что они могут придавать закону обратную силу. Тогда-то я и понял, что в Америке что-то неладно. И с налоговой, и со всей системой. Аарон, вы вчера вечером рассказывали мне об этом. И даже не успели проговорить в конце 80-х налоговый закон, как я сказал, обратную силу. И я знал об этом, потому что они буквально разорили моего отца. Но он заплатил. Он не знал. Он все еще думал, что это Америка. И это был официальный налоговый закон. Что здесь оставалось делать? Они сказали, за прошлое вы должны и не просто прошлые вычеты, но еще пению и проценты. Именно так. Как можно требовать пению и проценты, если они придали закону обратную силу? Ну, прежде всего, они не могут. Как можно чему-то придавать обратную силу? Пение и проценты – это фарс. Все это потому, что они делают все, что хотят. Именно это я и осознал. Америка – это не Америка. Это не та страна, про которую мне рассказывали в школе. Потому что они могут делать все, что пожелают. И гражданам нечего с этим поделать. Вы сделали фильм «Америка от свободы к фашизму». Мы еще поговорим про него. Я хочу, чтобы как можно больше людей раздобыло этот фильм на DVD. Также он шел в кинотеатрах по всей стране. Я думаю, это лучший фильм про Федеральные резервы, ВНС и про всю банковскую аферу. И мы это еще обсудим. Но я бы хотел немного затронуть то, что мы обсуждали вчера. Ведь вы не советуете людям не платить. И я поступаю так же. Люди говорят, ты говоришь, что это афера, однако надо продолжать платить. И мне понравилось ваше объяснение. На самом деле все очень просто. После выхода фильма ко мне подходили многие люди и спрашивали, надо ли им платить подоходный налог или нет. И я никогда не советую людям не платить. И вот что я им говорю. Смотрите, я хорошо исследовал вопрос. Верховный суд постановил, что в ВНС нет права... 16-я поправка не дает ВНС права облагать налогом ваш труд и зарплату. Это факт. Верховный суд – это закон страны. И ВНС не превосходит по полному, чем Верховный суд. Однако, несмотря на это, факт состоит в том, что если к вам придет мафия и скажет, «Мы хотим 2000 долларов в месяц или сделаем вам больно», я бы не советовал вам не платить, ибо они так и сделают вам больно. Законно это или нет – дело десятое. Больно будет именно вам. То же самое с налоговой. Они могут причинить вам боль, посадить в тюрьму, пытать. Так что если вы не заплатите, вам будет больно. Поэтому я никогда не советую людям не платить. Я говорю, да, платите налоги. Посмотрите, что случилось с конгрессменом Хансеном. Конгрессмен Хансен – отличный пример. Платите налоги, но знаете что? Закройте Федеральную резервную систему, и в конце концов вам не придется платить налоги. Видите ли, налоговая – это симптом проблемы. Настоящая проблема нашей страны – это банковские секторы, банкиры. Вот где настоящая проблема, вот в чем корень наших бед. Вот почему мы потеряли Америку. Поэтому да, платите налоги, потому что иначе вам сделают больно. И я слышал всяческие доводы, что говорят протестующие против налогов и так далее. И я называю их не протестующими, а движением за честное налогообложение, потому что они хотя бы стараются быть честными. Но дело обстоит так, что вас заставляют, вынуждают платить. Иначе вам грозит судебный приговор, тюремный срок, коррупция судов. Поэтому вы платите, как вы бы платили мафии. В случае с мафией вы хотя бы можете попробовать обратиться за защитой государства, а здесь вас никто не защитит. Люди Америки живут в матрице. Они не понимают, как на самом деле все устроено в этой стране. Приведу вам пример вышесказанного. Реальность такова, что если спросить на улице у сотни человек, какая форма правления должна быть в Америке, 99% скажут вам «демократия». В Америке должна быть демократия. Но это ложь, это иллюзия. Слово «демократия» ни разу не встречается в Конституции. Его нет в Биле о правах, ни в Декларации независимости. Отцы-основатели ненавидели саму идею демократии. Они считали, что это наихудшая возможная форма правления. Я с ними согласен, потому что в демократии 51% населения контролирует 49%. Если вы входите в 49%, вы не свободны. Америка была основана как Конституционная Республика. И в этой нашей Конституционной Республике 99% населения не могут лишить прав 1%. У вас есть права, потому что вы родились с ними. У вас есть данные Богом права человека, которые никто не может у вас отнять. Ни правительство, ни большинство. Неважно, кто они. Я не могу лишить вас прав. Вот что дали нам отцы-основатели. Но проделываемые с нами психологические операции заставляют нас поверить, что мы демократия, и что правит большинство. И они хотят, чтобы вы верили в это, потому что тогда они говорят, «Опрос показал, что столько-то хотят этого, а столько-то того, еще столько-то вот этого». Это к делу не имеет никакого отношения. Гитлер победил на выборах. Гитлер победил на выборах. А в Конституционной Республике меньшинство защищено от большинства. Кажется, это парафраза из Бенджамина Франклина. Демократия – это когда два волка и одна овца голосуют, что будет на обед. Именно, а потом он добавил, «В Республике у овца было бы ружье, чтобы защищаться». И это правда. Америка не является демократией. Но спросите даже у умных людей, какая форма правления должна быть в Америке. И они скажут «демократия», потому что им промыли мозги и внедрили это убеждение. Они верят, что мы в Ираке. Они верят, что мы в Ираке продвигаем демократию. Слово «демократия»… Вы слышите, как Джордж Пуш говорит, «демократия означает свободу». Нет. Демократия равна новому мировому порядку. Демократия равна рабству. Слово «демократия» не синоним свободы. Оно противоположно свободе. Демократия – это наихудшая возможная форма правления, потому что это правление большинства. И правительство может приказать вам делать все, что ему заблагорассудится. Потому что так хочет большинство. Мне все равно, чего хочет большинство. Я живу так, как выбрал сам. Если я не совершаю насилия, воровства или обмана по отношению к другому человеческому существу, я могу жить так, как пожелаю. Это мой выбор. И мне позволено делать ошибки. Потому что, когда вы делаете ошибки, вы учитесь на них, вы развиваетесь. Мы пришли на эту землю, чтобы стать как можно лучше, реализовать данный нам Богом потенциал. Мы здесь не для того, чтобы правители распоряжались, как нам жить и что делать. Загоняли нас в эти системы и парадигмы. Нет! То же и со здоровьем. Если вы больны, надо следовать протоколу. Вздор! Будьте собой, думайте своей головой, относитесь ко всему критически. И произошло вот что. Они внушили всем, что у нас демократия, что совсем не так. И это позволило им в 1913 году создать Федеральную резервную систему. И в 1913 году Федеральная резервная система получила право печатать деньги для правительства. До этого правительство печатало их самостоятельно. Теперь правительству, принуждив деньгах, пришлось занимать их у этого частного банка, Федерального резерва. А это частный банк. Им владеют частные лица из зарегистрированного в Делавере. Теперь правительство для своего финансирования занимает деньги у них. А затем правительство говорит, ну что же, этим людям надо платить процент. За счет чего? Давайте введем налог на труд американцев, который раньше никогда не существовало. И будем платить этим банкирам процент. На самом деле, в 1980-м Рональд Рейган заявил, что ни один цент из подоходного налога не идет на нужды страны. Все получает Федеральный резерв. Но это в отчете комиссии Грейса говорилось, что на инфраструктуру страны не идет ни цента. Но я пытаюсь сказать следующее. Создав эту Федеральную резервную систему, правительство стало зависимым от денег частных банков и начало облагать налогом нас. А затем, по-моему, в 1935 году они ввели социальное страхование. Всем выдали карточки соцстрахования и сказали, не для удостоверения личности. Номер соцстрахования прямо на карточке. И под предлогом соцстрахования они начали удерживать деньги прямо из зарплатного чека. Такое случилось впервые. А люди согласились. Они думали, что все идет в пенсионный фонд. Поэтому, когда они снова ввели подоходный налог, они начали удерживать его из зарплатного чека, потому что соцстрахованием это прошло. И они так сделали снова. Понимаете, о чем я? Теперь они захватили контроль даже над самой оплатой налога. Вы будто рабы. Они забирают заработанные вами деньги сразу на месте. Точно. Они даже не доверяют людям пойти и сделать это самим. Да, выслать им чек. Поэтому они удерживают автоматически, потому что знают, что люди не захотят платить. Таким образом, из заведения Федеральной резервной системы правительство передало свои полномочия банкирам и стало получать деньги у банкиров. Затем они облагают нас налогом, и мы становимся еще большими рабами. Нам становится еще сложнее выживать. А они получают еще больше доходов. Таким образом, с помощью Федеральной резервной системы банкиры, по сути, захватили контроль над нашим правительством. Больше не имеет значения, республиканским или демократическим. Они оба одинаковы. Ни то, ни другое не говорит о закрытии Федеральной резервной системы или прекращении выплаты им налогов или любых других важных проблемах, стоящих перед американцами. У меня был друг, Ник Рокфеллер, один из семьи Рокфеллеров. Когда я баллотировался на пост губернатора Невады, он связался со мной через адвоката. И мы стали друзьями, начали разговаривать на различные темы. И я узнал очень многое от мистера Рокфеллера. Одна из тем, о которых мы говорили, конечная цель банковского сектора, чего они хотят достичь. И цели банковского сектора не только Федеральной резервной системы, но и частных банков Германии, Англии, Италии, всего мира. Все они работают вместе, все они центральные банки. И они были частью коммунистического манифеста. Введение центральных банков один из основных пунктов коммунистического манифеста. Мы говорим о том, что Америка капиталистическая страна, однако в то же самое время у нас есть центральный банк, который все за нас планирует. И прогрессивный подоходный налог еще один пункт коммунистического манифеста. Вот так у нас введены два основных пункта коммунистического манифеста. Их ввели с помощью Федеральной резервной системы. Конечная цель, к которой стремятся эти люди, создание единого мирового правительства, управляемого банковским сектором, управляемого банкирами. И они делают это по частям. Европейская валюта, евро, и европейская конституция это одна часть. Теперь они пытаются сделать это в Америке с Североамериканским союзом. И они хотят ввести новую валюту, Амера. Конечная цель создания единого мирового правительства, где каждому будет имплантирован радиочип. Все деньги будут в этих чипах. Наличных больше не будет. И это сказал мне лично Рокфеллер, вот чего они хотят добиться. Все деньги будут в ваших чипах. В отличие от наличных, когда все деньги у вас в чипе, они могут снять с него любую сумму в любое время. Если они заявят, что вы должны им такую-то сумму налога, они просто снимут ее с чипа в цифровой форме. Тотальный контроль. Тотальный контроль. Если вы, подобно мне или вам, протестуете против их действий, они могут просто выключить чип, и у вас нет ничего. Вы не сможете купить еду, вы не сможете вообще ничего. Это центральный контроль над людьми. И этот чип подключен к базе данных, в которой содержатся списки ваших покупок, что вы делаете, что вы продаете. Все. В ней есть все. И так они хотят подконтрольно им единое мировое правительство. Всеобщую чипизацию. Все деньги в чипах. И они контролируют чипы, они контролируют людей. И вы становитесь рабом, вы становитесь крепостным этих людей. Вот их цель, вот их намерение. Более 10 лет назад я начал получать секретные правительственные документы, и мы их опубликовали, в которых федералы натаскивают местную полицию военных на то, что владельцы оружия, консерваторы, люди, часто упоминавшие Конституцию США, это террористы. Цитата. Но в 2009-м это прорвалось в общенациональные СМИ, когда мы получили секретный отчет МИАК от офицера полиции штата. Это был штат Миссури, но его написали федералы, демонизировавшие Рона Пола, людей, желавших положить конец ФРС, людей, желавших права и свободы. А теперь были опубликованы и другие секретные отчеты, такие как отчет Департамента внутренней безопасности, написание которого признают федералы, в котором говорится, что возвращающиеся ветераны угроза номер один террора в Америке, владельцы оружия часть этой угрозы, люди, покупающие боеприпасы, тоже угроза номер один. Подумайте об этом. Эти частные банкиры готовят заговор против Соединенных Штатов, и при этом тайно натаскивают полицию на то, что владельцы оружия, патриоты и ветераны, это угроза номер один. То есть они заявляют, что граждане Америки, которые следуют Конституции и били о правах, и на самом деле будут сопротивляться их тирании, террористы, потому что они сами террористы, они сами преступники, спланировавшие корпоративные захваты и ограбления страны. Аарон, вы можете подробнее рассказать, как вы познакомились с Рокфеллером, о чем вы с ним говорили? Я познакомился с Рокфеллером через знакомого адвоката, который однажды позвонил мне и сказал, с вами хотел бы встретиться один из Рокфеллеров. До этого я сделал видео, злой как черт, он его посмотрел и хотел со мной встретиться. Он знал, что я баллотируюсь на пост губернатора Невады, так что, само собой, я был не против с ним встретиться. Мы познакомились, он мне понравился, он оказался очень-очень умным человеком. Мы с ним беседовали, делились идеями и мыслями. Это он сообщил мне за 11 месяцев до 11 сентября, что произойдет некое событие, какое именно он не сказал. Но произойдет некое событие и в результате него мы вторгнемся в Афганистан и будем качать нефть из Каспийского моря. Вторгнемся в Ирак и захватим нефтяные месторождения, создадим базу на Ближнем Востоке и сделаем все это частью нового мирового порядка. А потом мы займемся Чавесом в Венесуэле. Естественно, после этого случилось 11 сентября и я вспомнил, как он рассказывал, что мы увидим, как солдаты ищут каких-то людей в пещерах Афганистана, Пакистана и так далее. И будет война с терроризмом, в которой нет реального противника. И все это будет один гигантский обман. Зато так правительство сможет поработить американский народ. Он сказал, что это будет обман. О да, о да. Без сомнения. Он говорит, будет война с терроризмом, а сам смеется. С кем мы воюем? Почему, по-вашему, произошло 11 сентября, а после него больше ничего? Неужели вы думаете, у нас настолько замечательная служба безопасности, что организаторы 11 сентября не смогут сбить еще один самолет? Да ну, просто смешно. 11 сентября организовали люди в нашем же правительстве и банковской системе, чтобы навсегда поселить в сердцах американцев страх, чтобы они позволили правительству делать с ними все, что угодно. Вот зачем оно было нужно. И чтобы создать бесконечную войну с терроризмом. Это была первая ложь. А потом они ввели войска в Ирак, чтобы сместить Саддама Хусейна с его оружием массового уничтожения. Это была следующая ложь. Давайте уточним. Это было чуть более 6 лет назад. Это было... С 11 месяцев до 11 сентября? Да. И Ник Рокфеллер, он юрист, он вроде бы как ваш друг в предыдущие годы. И он говорит вам, что произойдет крупное событие, и в результате мы получим войну с терроризмом, которая будет идти без конца. Точно, бесконечная война с терроризмом. Без реального противника. Победителя определить невозможно. И он сказал, что это будет идеально, так как нельзя определить противника, и она будет идти все дальше. Да, потому что нельзя определить победителя. Нет никого, кому мы могли бы побить. Поэтому она будет просто продолжаться дальше. И они могут делать все, что захотят. Они запугали американцев до смерти. Послушайте, вся эта война с терроризмом, обман, фарс. Про это очень сложно говорить в открытой, потому что людей запугивают, чтобы они этого не делали. Если вы так говорите, они пытаются представить вас сумасшедшим, но истина существует и обязательно выйдет наружу. Вот почему я даю это интервью. И реальность заключается в том, что вся война с терроризмом, это обман, фарс. Да, в Ираке идет война, потому что мы вторглись в Ирак. Люди там воюют. Но война с терроризмом, это анекдот. И пока мы не узнаем, что на самом деле произошло 11 сентября, и кто за это в ответе, ибо именно отсюда растут ноги у войны с терроризмом. Именно 11 сентября позволило начать войну с терроризмом. И пока мы докопаемся до корней 11 сентября, до правды об 11 сентября, мы не поймем сути войны с терроризмом. Аарон, вы сказали, что он, и я считаю это важно, и я знаю это про Рокфеллеру. Вам может быть 20 лет, и вы только что закончили колледж, и тут вам подкатывает Рокфеллер с целью завербовать. Они эксперты в вербовке и поставке тех, кого они называют игроками. И он явно, и я хочу это уточнить, потому что вы повторили то, что сказали прошлым вечером. Вы набрали 30% голосов, ваши действия имели эффект, вы сняли «Злой как черт», они знали, что вы основали Конституционную партию, они знали, что вы из тех, кто действует и добивается результата. Вы уже сняли несколько крупных фильмов, у вас было много других успехов. Да. Так они пытались вас завербовать. И не подошло ли все к тому, что «Эй, мы хотим тебя завербовать, и не волнуйся, на твоем чипе будет написано, к нам не суйся, этот парень неприкасаемый». Да, так было, меня определенно пытались завербовать, но все происходит гораздо тоньше. Просто опишите процесс. Ну, как сказать. Помните, мы были друзьями. Мы часто обедали у меня дома, беседовали. Он рассказывал мне о выгодных деловых вложениях. Либо они помогут мне с тем или иным деловым вложением. Хотел бы я стать членом Совета по международным отношениям. Для этого нужно рекомендательное письмо. Было бы мне это интересно. И вещи в таком роде. Вас подводят к этому постепенно. И я говорил ему, что на самом деле мне все это неинтересно, потому что это противоречило моим взглядам. «Ты мне очень нравишься, Ник, но твои и мои пути пролегают по разные стороны забора. И я не верю в порабощение людей». А он отвечает, «Да ты что, это же для их блага». Скорее, «Как это выразить?» А тебе не все равно? Кто тебе эти люди? Какая тебе разница? Забудься о собственной жизни. Делай все, что можешь для себя и своей семьи. «Что для тебя значат остальные люди?» «Да ничего не значит. Это серфы, крепостные, просто пипл». Ему просто было все равно. Для меня это было совершенно непонятно. Это была просто холодность. Просто холодность. Я говорил ему, «Зачем вам все это? У вас более чем достаточно денег и власти. Зачем еще это? Какова конечная цель?» Он отвечал, «Конечная цель – вставить всем чипы и контролировать общество полностью. Элита, банкиры и управители будут контролировать мир». Я спросил, «И все члены Совета по международным отношениям стремятся к тому же?» Нет, нет, нет. Большинство считает, что работают на благо. Многие считают, что социализм лучше. Мы должны убедить людей, что социализм – это на самом деле капитализм. Ибо Америка становится социалистической. Сегодня это коммунистическая страна. И вот прошли годы с тех пор, как Аарон Руссо обращает наше внимание, что мы живем не в капиталистической или рыночной стране, а в социалистической. Собственно, вот обложка Ньюсвик. Теперь мы все социалисты. Но это не тот социализм, при котором, как читает публика, правительство отбирает у богатых и отдает бедным. На самом деле, исторический социализм всегда финансируют крупные банки, элита. Они хотят использовать деньги среднего класса, чтобы, по сути, приручить рабочий класс и раздуть правительственный аппарат, чтобы в конце игры истребить средний класс и получить гигантскую субмассу необразованных рабов, у которых никогда не будет шанса на восстание против тирании и крошечную элиту во главе всего. И в этом заключается самая суть нового мирового порядка. Они используют большое правительство, чтобы задушить конкуренцию, захватить контроль над людьми, разрушить семью, по сути, создать всемирную плантацию или неофеодальное государство. Он также рассказывал мне, мы однажды вечером сидели у меня и беседовали, и он начал смеяться и спросил, «Аарон, в чем, по-твоему, был смысл освобождения женщин?» Тогда у меня на этот счет было вполне обычное мнение, и что-то сказал про женщин работать и получать одинаковую с мужчинами зарплату, а также голосовать. А он засмеялся и сказал, «Ты идиот!» Я спросил, «Почему это?» Он сказал, «Давай-ка я тебе расскажу, в чем был смысл. Мы, Рокфеллеры, финансировали освобождение женщин. Мы запустили весь треск в газетах и на телевидении. Фонд Рокфеллера. Хочешь знать, зачем?» Он сказал, что были две основных причины. Одна, мы не могли обложить налогом половину населения до этого. А вторая, а теперь детишки стали попадать в школу в очень раннем возрасте. Им стало проще промывать мозги, ибо теперь их семьи были разрушены. Дети начинают видеть семью в государстве, в школе и в официальных лицах, а не в своих родителях. Вот две основных причины для освобождения женщин, которые до этого момента я считал благородным деянием. Когда же я увидел лежавшее в его основе намерение, чего они хотели добиться, я увидел зло под маской благородного начинания. «Аарон, вы знали, что Глория Стайном в одной из своих книг теперь признает, что ЦРУ финансировала журнал «Миз»?» Нет, я этого не знал. Я об этом не слышал. ЦРУ финансировала журнал «Миз» с заявленной целью обложить женщин налогами и развалить семью. «Вы не шутите, я об этом не знал». Ну, Ник сказал мне, я знаю об этом. Не знал только, что в этом было замешано ЦРУ. Глория Стайном гордилась этим. ЦРУ всего лишь хотела помочь мне помочь женщинам, кроме шуток. И давала деньги, ага. И, конечно, это разделяя властвую. Да, конечно. Вот их метод. Они, естественно, делают акцент на реальных проблемах. Женщины действительно терпели много несправедливостей, но элита не собиралась им помогать. Они плагировали снова их обмануть и забрать у них мужчин. Взгляните, что они сделали с черными семьями. 50 лет назад в черных общинах было только около 10% внебрачных детей, а теперь их больше 90%. Посмотрите на выдачу пособия. Мы дадим вам немного денег, но мужчины в доме быть не должно. Точно. Это еще больше расшатало семью. Полностью уничтожено, а теперь внебрачные дети составляют более 50% во всем населении. Верно. Видите ли, все дело в том, что эти люди контролируют деньги, а значит устанавливают правила. Они обеспечивают исполнение любого какого угодно правила. Америка сегодня превратилась в соцстрану. У нас коммунизм. Все говорят, что это капиталистическая страна. Это не капиталистическая страна. Как она может быть капиталистической, если у нас есть центральный банк? Никак. Это плановая экономика. Это плановая экономика. Это фальшивка. Если они хотят создать процветание, они просто печатают доллары. Просто делают доллары или вливают цифры в экономику. И сразу наступает процветание. У нас нет настоящего процветания. У нас нет настоящего производства. Нам просто впрыскивают деньги. Это вливание кредита. Отчего правительство только сильнее залазит в долги. Сильнее в долги. Федеральные резервы это отрава для нашей страны. Конечно это так. Это яд. Кто выпускает деньги устанавливает правила. Это сказал Ротшильд. И они выпускают деньги. Почему мы позволяем частным банкирам выпускать деньги для нашей страны? Это полный бред. Почему мы платим этим банкам проценты за то, что они создают для нас деньги, когда правительство может делать это самостоятельно, не платя проценты и не залезая в долги? На этот вопрос нет ответа. И этот вопрос не поднимет ни один политик. Все говорят о долгах Америки, о том, как много мы должны. Мы в долгах, потому что мы вынуждены занимать деньги. Но мы не обязаны занимать деньги. Все задумано так, что мы залезали в долги. Именно так. Мы можем создавать деньги и обеспечивать их золотом, чтобы их нельзя было создать слишком много. Тогда не будет инфляции. И поступать так, как завещали нам отцы основателей. Вместо того банкиры выпускают деньги, контролируют правительство, покупают политиков, определяют, кто станет президентом. У нас есть компьютерное голосование, это обман. Они делают с нами все, что хотят. Они делают с нами все, что хотят. И это должно прекратиться. В ходе нашей с Ником Рокфеллером Дружбы мы делились друг с другом идеями, мыслями, философскими взглядами. И он хотел, чтобы я стал частью того, что они делали. Стал членом СМО. Делал мне различные выгодные деловые предложения, чтобы я не продолжал ту борьбу, которую начал в прошлом. С их точки зрения, в чем был смысл отстаивания мною прав людей. Я достиг больших успехов в кинобизнесе. Я видел, что происходит на самом деле, и пытался донести это до людей. А вместо этого они хотели, чтобы я присоединился к ним, ибо я был движущей силой и неспровергателем. И вместо того, чтобы иметь меня в противниках, они хотели, чтобы я стал одним из них. Все было очень просто. И он попытался завербовать меня, и я не согласился. Он рассердился, когда вы не согласились? Нет, нет. Я помню, однажды он сказал мне, иди к нам, Аарон, и у тебя будет удостоверение личности. Будет чип. И на твоем чипе будет написано ПМЖ. Что значит ПМЖ? Он сказал, это значит, поцелуй меня в жопу. Если тебя кто-то остановит, полиция или кто-то еще, покажи им свою карту или чип, и они будут знать, что тебя лучше не трогать, потому что ты один из нас. Одним из центральных столпов тирании является то, что к правителям не относятся законы, которые они принимают для остальных. Мы видели это в Риме, мы видели это у Гитлера, мы слышали слова Никсона. Слушайте, я президент, если я нарушаю закон, это легально. Мы видели, как это говорили Джордж Буш и Дик Чейни. Мы видим, как Барак Обама делает то же самое, говоря, у задержанных не будет настоящих судов. Судить их мы будем в застенках, тайным военным трибуналом, а содержаться они будут в секретных лагерях. У меня есть привилегия исполнительной власти. Это одно и то же происходит снова и снова. Одним из сотен существующих примеров стала история в апреле 2008 года с реестром округа Ориндж. Это прямое подтверждение рассказа Аарона о словах мистера Рокфеллера. У меня чип в руке, поцелуй меня в жопу. Это лишь один пример из сотен. Особые номерные знаки спасают чиновников от штрафов на дорогах. И далее там говорится, что более 996 тысяч транспортных средств в Калифорнии освобождены от ответственности за отсутствие страховки, неосторожную езду, превышение скорости, проскакивание через контрольные посты, езду на красный свет и так до бесконечности. И кто это? Это служащие штата, это федеральные служащие, которые могут получить освобождение, это полиция, это правительственные бюрократы, и они выше тех самых законов, которые они пытаются навязать нам. Это тирания, и так буквально по всей стране. Они пытались вести это в Техасе, но не получилось. Они хотели, чтобы закон не касался полиции и госчиновников, чтобы у них была неприкосновенность, их нельзя было судить за преступления. Конгрессмены освобождают себя от большинства налоговых законов и других законов, которые они навязывают нам. Они освобождены от сострахования, и при этом размер их пенсии в среднем в 5 раз больше, чем у других граждан. Еще раз, все происходит прямо сейчас. Так что чип в руке с надписью «Они выше закона» под маской нацбезопасности. Вот в чем истинный смысл закона о нацбезопасности от 1947 года и всей этой сегодняшней системы внутренней безопасности. Почему ты сражаешься за людей? Зачем это тебе? Люди просто... Ими нужно управлять. Нужно. Конституция, то, что ты защищаешь, это только для маленькой группы людей. Лишь небольшое число может жить таким образом. И мы верим, что для общества лучше всего, если оно управляется элитой, обладающей полным контролем. А я сказал, я не верю в это. Я верю, что Бог поместил меня на эту землю, чтобы я стал как можно лучше, и тоже справедливо для всех остальных. Мы не должны превращаться в рабовый овец для тебя и твоих друзей. И я не понимаю, почему вы хотите все контролировать. С чего такая сильная потребность? И я спросил его, а остальные члены Совета по международным отношениям считают так же? Он ответил, нет, многие из них думают, что поступают правильно. Они считают, что социализм наилучший путь. Они думают, что поступают правильно. Но те, кто наверху, они все знают правду о происходящем. Вот так вот. То есть эта структура элиты тоже сильно разделена. Разумеется, все члены СМО, сколько там, 2-3 тысячи человек, они не знают, что происходит. Они вступают в Совет, потому что это престижно. Они думают, что это хорошо для бизнеса, для того-сего. Они не знают, что происходит на самом деле, какое зло получается в результате. Для меня наибольшее зло происходит прямо сейчас. Потому что то, что случилось 11 сентября, фальшивка. И мы так и не узнали правды об 11 сентября. Этот вопрос я хотел бы обсудить подробнее. Он сказал вам за 11 месяцев, что случится событие, и все это произойдет. Что вы подумали утром 11 сентября? Где вы были и вспомнили ли вы о том, что рассказал вам Ник Роквеллер, когда вы видели, как падают башни? Вообще, я в тот день был на Таити. Мне позвонил сын. Он сказал, башни-близнецы, их только что атаковали. И они вроде как обрушились. Я был на Таити, я спал. Он говорит, что в них врезался самолет и так далее. Там, где я жил на Таити, не было телевизора. Поэтому мне пришлось бежать на другой конец острова, в отель, где он был. И все это показывали по телевизору. Вот тогда я впервые увидел произошедшее по ТВ. В тот момент я не сопоставил это со словами Ника. Но когда я понял, что мы собираемся напасть на Афганистан, Ирак, по мере развития событий, я понял, что это было. Как можно вести войну с терроризмом, с серьезным лицом заявлять, что мы боремся с терроризмом, и оставить границы открытыми. Если бы вы или я были президентом Соединенных Штатов, и 11 сентября действительно случилось так, как они нам рассказывают, первым делом вы бы перекрыли границы, чтобы никто больше не смог проникнуть в страну и причинить вред. Но они оставили границы открытыми, потому что баркерам нужны открытые границы. Им нужно мировое правительство. Им нужен Североамериканский Союз. Им не нужны границы. 11 сентября было лишь демонстрацией. Они устроили его, чтобы вызвать страх у американского народа, чтобы мы покорно выполняли все, что они от нас хотят. Возьмите Ричарда Рида, ботиночного террориста. Парень под 2 метра ростом, отвратного вида. Я слышал, что от него воняло. Он сидит в салоне самолета и чиркает спичками, пытается зажечь ботинок. А вокруг люди. Идиотизм. Если ты собираешься взорвать самолет, ты идешь в туалет, закрываешь за собой дверь и зажигаешь ботинок. Ты не будешь сидеть в полном людей салоне и жечь спички на некурящем рейсе. Они хотят, чтобы мы поверили в эту ерунду. Это нелепо. Теперь случилось 7 июля, и очень многие считают, что это сделали свои. Да и все улики указывают, что это сделали свои. Вы имеете в виду то, что произошло в Англии, в Лондоне? Да. Все это чушь. Это держи людей в страхе. Это бесконечная ворна с терроризмом, которого на самом деле нет. Чтобы навязать людям все, что пожелает правительство. Обыски, проверки обуви, обязательное удостоверение личности, чипы в теле. И вы становитесь прислугой у элиты. Вот зачем все это нужно. Верните первозданное состояние Американской Республики. Уберите банкиров из правительства. Уберите банкиров из правительства. Правительство должно прекратить занимать деньги у банков. Правительство должно само печатать деньги, восстановить республику, свободу личности. Такой должна быть наша страна. Пока мы не сделаем этого, мы будем рабами. И для меня я вижу людей вроде Билла Урали в телевизоре. И я вижу, насколько они контролируют СМИ. К примеру, недавно на шоу Билла Урали была девушка из организации под названием «Мир не может ждать». И эта девушка попала в самую точку. Она говорила абсолютную правду. А Билла Урали в ответ смог только назвать ее ненормальной. А спорить факты он не мог. Они просто обзывают людей. Послушайте. Нас направляют в мир опасностей, возможных ядерных войн. Потому что банковский сектор пытается захватить мир. 11 сентября – начало войны с терроризмом. Война с терроризмом приводит нас в Ирак. Это следующая ложь. То есть была ложь об 11 сентября, как оно случилось. Никто не знает, как обрушилось здание 7. Мы знаем, что 11 сентября – это обман. Американский народ не знает этого, но все больше людей в это верят. То есть это была первая ложь. Я не затрагиваю сейчас создание Федерального резерва, эту исходную ложь. Но 11 сентября было первой ложью в нашем теперешнем положении. 11 сентября – точка запуска войны против людей Америки. И людей всего мира. 11 сентября – это фальшивка. Это обман. Оно произошло не так, как нам рассказывают. Теперь из-за 11 сентября у нас появилось право войти в Афганистан и Ирак. А у Ирака теперь… А у Ирака ведь не было оружия массового уничтожения. Это была следующая ложь. Сейчас они могут войти в Иран. Как бы вы себя чувствовали на месте Ирана, если бы большая страшная страна Америка вторглась к вашему соседу и прибрала к рукам все его нефтяные месторождения? Вы бы не переживали, что то же самое сделают и с вами? Конечно, переживали бы. Но люди Америки не смотрят на это с точки зрения Ирана. Они смотрят на это с нашей точки зрения. Поэтому теперь мы пошлем еще больше войск в Ирак. И будем наращивать присутствие, потому что они хотят, чтобы Ирак и Ближний Восток стали частью нового мирового порядка. А Ирак использовал… Саддам хотел начать использовать евро вместо долларов. Он им путал всю концепцию. Иран хочет начать использовать евро вместо долларов. Уже начал. Да, как я говорил, они пытаются сохранить свою власть. И одна ложь ведет к следующей, а так к следующей. Пока вы не доберетесь до корневой причины 11 сентября, а это предположительно война с терроризмом, мы никогда не решим наших здешних проблем. Надо ли посылать еще войска в Ирак? Не надо ли посылать еще войска в Ирак? Истина состоит в том, что все восходит к этой войне с терроризмом. Откуда появилась 11 сентября? Это главная причина всего. И пока мы не расследуем все полностью, пока не выясним, почему упало здание 7, почему они так быстро вывезли всю сталь из Америки, вы поняли от зданий. Почему вокруг 11 сентября столько чепухи и бреда? Пока мы не узнаем, почему оно произошло на самом деле, мы никогда не поймем, почему существует война с терроризмом, и никогда не сможем доказать, что война с терроризмом – фальшивка. Мы с Ником обсуждали многое. Одно из тем, которое он поднимал в разговоре, было снижение численности мирового населения. Он считал, что в мире слишком много людей. В какой-то мере я согласен, в мире действительно слишком много людей. Да я не считаю, что у меня есть право решать, кто умрет, а кто нет. Но они считали, что хорошо бы снизить мировое население. По его мнению, его следовало уменьшить в половину. Однажды он помянул, что они испытывают настоящие сложности, пытаясь разрешить Израиле палестинскую проблему. Также он как-то сказал мне, что они полушутя рассматривали идею перенести Израиль в Аризону, вывести всех из Израиля и раздать каждому по миллиону долларов, и основать Израиль в штате Аризона. Невозможно поверить. И положить этому конец, потому что эту проблему они не возглавляют, в каком-то смысле они не контролируют эту проблему. У них зашкаливает наглость, они могут делать все, что захотят. И мы отдали этим людям право создавать деньги прямо из воздуха. С помощью этого они контролируют все остальное. Если вы хотите выиграть битву и остановить их, вы должны лишить их возможности создавать деньги. Они имеют такую власть только потому, что могут создавать деньги. У них в буквальном смысле денежный станок в руках. У них денежный станок, они могут печатать, они могут делать все, что захотят. Им принадлежит все. Арон, мы бы быстро захотели власть, если бы это мы выпускали деньги, и все должны были отдавать нам реальное имущество за использование только что напечатанных нами денег. Я задаю людям вопрос. Во имя какой такой цели американское правительство занимает деньги у банков, когда оно совершенно спокойно может создавать их самостоятельно, ни у кого не занимая, не платя процентов. Почему? И никто не может на это ответить. Ни один политик никогда его не поднимает. Почему американское правительство занимает деньги, когда оно может их создавать, не платя процентов? На самом деле мы так и делали до 1913 года. А люди отвечают, но если это будет делать американское правительство, это создаст инфляцию. Вот в чем ответ. Я говорю, а давайте рассмотрим поподробнее. Американское правительство поручает это Федеральному резерву, что это создает такую же инфляцию, как если бы оно делало все само, однако в дополнение к инфляции теперь мы получаем огромный долг. Поэтому с Федеральным резервом мы получаем инфляцию и долг. А если бы американское правительство выпускало деньги, обеспеченные золотом, что ограничивает их возможное количество, у нас не было бы ни долга, ни инфляции. Однако инфляция составляла лишь около 50% с 1780-х, я это проверял, и до конца от 1800-х. Затем уже Центральные банки попытались устроить панику и использовали ее, чтобы протолкнуть Федеральный резерв. Если мы посмотрим на инфляцию с 1913 по 2007 год, она растет по экспоненте. Собственно, доллар стоит сейчас около 2 центов от своей стоимости в 1913 году. Бывший председатель ФРС Алан Гринспен удвоил денежную массу с 2000 по 2006 год. А затем появился Бен Бернанке, новый глава ФРС, и заявил, что снова удвоят ее за следующие 2 года. Потом он сказал, а теперь я засекречу данные о денежной массе. Так что теперь мы даже не знаем. Однако факты говорят о том, что кривая инфляции постепенно растет, а потом внезапно в некоторой точке резко идет вверх. Да, она идет по параболе. Да, по параболе. Единственное, в чем я с вами не согласен, с начала 1800 и до 1913 года инфляции не было, кроме как во время гражданской войны, когда Линкольн печатал, сколько стоил доллар. Его стоимость не менялась, инфляции не было. Всю эту сотню лет инфляции не было. Люди знали, чего стоят их деньги. Они могли уходить на покой, они знали, во что им обойдется дожить свою жизнь. Никаких трудностей в этом не было. И только лишь с появлением ФРС в 1913 году появилась огромная инфляция, огромный долг. То есть получается, как вы сказали ранее, инфляции не было. Инфляции не было. То есть инфляция не возникает, когда правительство выпускает деньги, по крайней мере, в истории США. Они не обеспечены золотом. Именно. Но я говорю о том, что... И я действительно проверял. Я полагаю, что если посмотреть с момента основания страны, кое-какие моменты, связанные с Эндрю Джексоном и так далее, там были всплески и манипуляции. Всплески были. В основном во время гражданской войны. Да, потому что Линкольн напечатал столько денег. Верно, верно. Так и было. Но как только она закончилась, по сути не было инфляции, кроме этого короткого периода времени. Буханка хлеба не менялась в цене. Люди могли планировать свою жизнь. А теперь они планируют инфляцию. Сегодня работают оба родителя. И не могут себе позволить содержать собственную семью. Дети идут в государственные школы. Детям внушают, что нужно думать. Им дают риталин. Им дают всю эту химию. Происходит отупление целой страны. Все это по вине Федеральной резервной системы. Федеральная резервная система и эти банкиры в ответе за гибель Америки. Если мы хотим когда-нибудь выиграть эту битву, мы должны закрыть Федеральную резервную систему. Мы должны остановить банкиров и вернуть здоровые деньги нашей стране. Не хотите сказать пару слов о семьях, владеющих частным федеральным резервом, его акционерным капиталом? Конечно, вы говорите, вы не большой эксперт по бильдербергской группе, но вы сказали, что это та же система по всему миру. Это и правда одни семьи. Они встречаются и задумывают политику каждый год, а потом ее спускают к Королевскому институту международных отношений в Англии и СМОЛ в США. А это органы управления, которые они контролируют. Фактические конгрессы над страной. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сказали кое-что о семьях, владеющих Федеральным резервом. А потом можно связать его с другими международными органами. Я не могу говорить об этих семьях, потому что я могу говорить только о том, что мне достоверно известно. Все остальное догадки, а строить догадки мне не нравится. Я знаю о Рокфеллере, потому что мы были друзьями, мы это обсуждали, и я могу дать вам информацию из первых рук. Что говорил вам Рокфеллер о Федеральном резерве и о семьях им владеющих? Но он говорил, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка – главный контролирующий инструмент ФРС. Они контролируют весь блок. А Федеральный банк Нью-Йорка – это на самом деле ФРС. Хотя там 12 разных банков, всем управляет Банк Нью-Йорка. И Банк Нью-Йорка, по сути, является Федеральной резервной системой. Так что тот, кто управляет Банком Нью-Йорка, контролирующий его семьи, контролирует и ФРС. Они являются главной движущей силой, стоящей за ФРС. А она, в свою очередь, филиал Банка Англии. Ну, Банк Англии — Федеральный резерв партнеры. И Банк Англии — это частный банк, так же, как и Бундесбанк Германии. Все банки стран Большой Восьмерки являются частными. Это частные центральные банки. Смотрите, что произошло в Европе. Ведь Европа проголосовала против Европейской Конституции. Да, они по-прежнему ее вводят. Народ проголосовал против, они по-прежнему ее вводят. Им все равно, как голосуют люди. Они делают все, что хотят. Чего хотим мы, больше не имеет значения. Имеет значение лишь их замыслы, их планы. Это ли не первейший признак тирании? Нет сомнений, что у нас тирания. Нет сомнений, что мы живем в мире, где гражданин Америки больше не является свободным, неповторимым человеком и не может поступать, как захочет. Мы рабы. И это только начало. Что мы должны сделать, чтобы свергнуть этих людей? По моему мнению, нужно упразднить Федеральную резервную систему. И я думаю, что должно случиться восстание. Должно случиться восстание. Люди должны выступить против. Я не могу сделать это один. Вы не можете сделать это один, Алекс. Нам нужно, чтобы большинство людей, не большинство людей, но... Победу в войне с британцами одержали 5%. Высокомотивированная группа. Но я согласен, вначале люди должны разозлиться. И просто, да-да, мы знаем, аппарат прогнил. Мы должны выйти из себя. По-видимому, людям не хватает смелости сделать то, что нужно. И я хочу сказать, что вам смелости не занимать. Ой, спасибо. Знаете, я не знаю, много ли у меня смелости. Я хочу поговорить вас за то, что вы делаете для моей семьи. У меня есть совесть, у меня есть чувство справедливости. Я нервничаю по поводу того, что делаю. Но я делаю это, потому что другого выбора нет. Иначе я не смог бы жить самим собой. Однако дела обстоят так, что я практически сделал себя изгнанником в Голливуде. Голливудские ребята очень опасаются иметь со мной дело из-за того, что я делаю и говорю. Я не очень-то жалую заведенные порядки. Многие в Голливуде знают правду. Они не хотят высовываться и говорить о ней. Я знаю, многие из них видели мой фильм и знают, что я прав. Но они не станут об этом говорить, потому что все боятся. Все боятся, потому что думают, что их деньги, эти банкноты Федерального резерва, это настоящие деньги. И они думают, что у них комфортабельный стиль жизни и боятся перемен. Они боятся выступить в защиту правого дела. И пока люди не станут сопротивляться и находить в себе смелость делать то, что должны, ничего не изменится. Будем надеяться, что то, что делаете вы, я, другие люди вроде нас, сможет изменить положение дела. И люди встанут и скажут, «Эй, с меня довольна». Дело в том, что у нас есть одно преимущество. Им нужно наше содействие. И если мы не будем им помогать, они не смогут победить. Поэтому им всегда нужно наше содействие и соглашательство с их программами, которые не пытаются нам впарить. Правильно, они пытаются впарить нам демократию. Большинство считает так, верь в то-то, делай то-то. Война с террором. Мы должны бояться. Они всегда пытаются впарить нам дело своих же рук, дабы мы им не противились. И как только мы научимся им не подыгрывать, мы победим в этой игре. И в этом вся суть. Не сотрудничайте с ними. Больше не будьте пассивными участниками программы. Остановите ее. Объединяйтесь. Мы с вами могли бы стать президентом и вице-президентом и вернуть страну назад. Вернуть ей свободу. Вот что для этого нужно. Двое людей вроде нас с вами, государственных деятелей, верящих в свободу, в Томаса Джефферсона, в Конституцию. И в отцов-основателей, чтобы вернуть стране ее целостность. Потому что сейчас она в мертвой хватке приспешников зла. И остановить их может лишь сопротивление хороших людей. По-моему, Эдмунд Берг сказал, зло процветает лишь при бездействии добрых людей. Да, верно. Мы должны сделать что-то. Вот в чем суть. Молчание золото. Но если дело касается вашей свободы, это просто трусость. Мы должны перестать бояться. Мы должны встать и сделать то, что нужно, чтобы вернуть свое, остановить этих банкиров. Эту элиту, это полное лжи правительства, этот полный жрецов Конгресс. Возьмите разрушение наших границ. Представьте себе. Вы живете себе в Америке. А они объединяют Америку, Канаду и Мексику в одну страну. Североамериканский союз. И американцы ничего об этом не знают. Этого даже нет в прессе. Лучше обсуждать, как Розио Доналл и Дональд Трамп обзывают друг друга, чем тот факт, что нас объединяет в одну страну. Пресса об этом не пишет. Или что Перрис Хилтон не носит нижнего белья. Ну да, Бритни Спирс. Однако... Да не все ли равно? Но дело состоит в том, это показывает, насколько контролируемы СМИ. Вот они объединяют Америку, Канаду и Мексику в одну страну, и в прессе об этом ни слова. Ну разве что у Лудобса. В прессе этого нет. Просто нет. Что означает, верхушка влезает повсюду? Всюду и не особо парится по этому поводу. Почему? Все это доказывает, что все подконтрольно. Они не хотят, чтобы люди в Америке знали, что происходит. Вот почему они не защищают наши границы. Вот почему мы утрачиваем нашу конституцию. Тот самый документ, что гарантирует наши свободы. Против этого поднимается все большая волна. Волна поднимается, но мы должны мобилизоваться. Должны мобилизоваться. Мы должны, все хорошие люди в этой стране, встать рядом и сказать, больше я этого не потерплю. Я думаю, если вы проанализируете ситуацию, и осознаете, что с созданием Федерального резерва в 1913 году незаконно, без поправки к Конституции, с помощью дачи взяток нескольким сенаторам в рождественские каникулы, они передали самое важное право американского правительства – создание, выпуск денег частному банку. Позволив частному банку выпускать деньги, они уничтожили эту страну. Они уничтожили покупательную способность денег в нашей стране. Они создали социальные программы, они уничтожили нашу страну. Благодаря сделанному Аароном Руссо и Роном Полом и многими другими, люди начинают понимать, кто настоящий враг. Частные офшорные банковские корпорации, приступившие к враждебному корпоративному захвату Соединенных Штатов и почти любой другой страны на планете. И частные федеральные резервы – это их плацдарм здесь, в Соединенных Штатах. Рон Пол предложил проект закона HR 1207, который на время написания поддержали более 87 конгрессменов, предлагающий просто провести аудит частного федерального резерва, нагло заявляющего, что он выше всех законов США и всех трех ветвей власти, и что никакие правоохранительные органы не могут расследовать его деятельность. Что это за идиотизм? Что за попрание закона? Что за смехотворный бред? Всем остальным устраивают аудит. Никто другой не выше закона. А только они. Это группа плутократов. Это группа полицентричных банкиров, устанавливающих неофеодальную мировую систему. Они уже захватили наше правительство, и республиканцев, и демократов. Между этими двумя партиями больше нет разницы. Они контролируют обе партии. Им не важно, какая победит. Потому что президентом станет лишь тот, кого на царство помажут они. Будет ли это Хилари Клинтон или Джон МакКейн в следующем году, это будут люди, которые будут делать то, что от них хотят. И дело обстоит так, что невозможно победить на выборах, если у вас недостаточно денег. Они решают, кто получит деньги. Самая важная мысль здесь — они контролируют обе партии. А люди продолжают фокусироваться лишь на отвлекающих левой кукле и правой кукле, вместо того, чтобы смотреть на кукловодов. На самом деле, это все больше выходит наружу. Глава демократов Сената, банкиры владеют Конгрессом США. Сенатор Дик Дёрби на Чикагской радиостанции на прошлой неделе выпалил очевидную истину о Конгрессе. Это из салона, о которой, несмотря на ее очевидность, редко говорят. Цитата. «Банки, в это трудно поверить. Во время, когда нас постиг банковский кризис, который многие из них и создали, по-прежнему самое сильное лобби на Капиталистском холме. И, если честно, они им владеют». Вот так. Один из самых влиятельных демократов в стране, глава демократов Сената, говорит, «Банкиры владеют Конгрессом США». Это правда. Давайте признаем. Давайте перестанем обсуждать двух кукол, которые они перед нами выставляют. Либеральную куклу, консервативную куклу. И каждый раз, когда у нас открываются глаза на одну из кукол, они ее просто заменяют другой. Давайте посмотрим дальше кукол и увидим над ними контролирующего кукловода. Это все, о чем говорит Аарон Руссо и я, и Рон Пол и многие другие люди. Давайте вернемся к культуре «свобода против тирании», а не к этому ложному противостоянию «левое-правое». Людей затошнит от Обамы через четыре года, они посадят в кресло республиканца, будут говорить другие слова, но выполнять ту же операцию. Ибо, как сказал глава сенатских демократов, «банкир владеет Капитолием», даже несмотря на то, что они устроили кризис. И не делайте ошибки, они устроили его нарочно. Их собственные документы, МВФ и Мирового банка признают это. Исходя из этого кризиса, они собираются основать новый всемирный банк, согласно Time Magazine, Newsweek, Wall Street Journal и сотням других публикаций с заголовками вроде «Теперь дело за мировым правительством» в лондонских Financial Times. Они создают кризис, а затем говорят «Окей, наши стремненькие схемы распадаются на части и банкротят вас. Дайте нам 12,8 триллиона долларов в первые шесть месяцев спасения банков». А теперь они говорят «Мы основим всемирный банк, и вы будете платить ему углеродный налог. И частные банкиры будут управлять вашей жизнью. И мы будем платить частные углеродные налоги на выброс парниковых газов двум фирмам, принадлежащим Элу Гору». И это публично признается, насколько абсурдными становятся схемы. Мы должны проснуться, мы должны сказать «нет», мы должны разозлиться и дать по лицу новому мировому порядку. Снова частные офшорные банкиры владеют Америкой, они владеют обеими партиями, и они втягивают вас в шумное «Ура!» противостояние Кока-Колы и Пипси-Колы, краснокожих и ковбоев. И вы попадаете в эту маленькую политическую драку, как ведомая, вместо того, чтобы увидеть за этим реальную глобальную элиту и то, что она продвигает. Таким образом, эти банкиры захватывают Америку. Зная, что Америка была самой свободной страной в мире, им было необходимо захватить Америку, лишить нас права на ношение оружия и создать страну, где мы стали рабами. Потому что, захватив Америку, остальной мир захватить гораздо легче. Устроив 11 сентября событие, ужаснувшее американский народ, его атаковали террористы. Они создали мир, в котором врага невозможно определить. Невозможно выиграть эту битву. Это столетняя война. В войне с терроризмом нет конца. Битва всегда продолжается. И после 11 сентября первая ложь. Они запустили войну с терроризмом. Следующая ложь. Потом они начали войну в Ираке из-за оружия массового уничтожения. Еще одна ложь. Одна ложь ведет к другой, а так третий. Теперь им нужен Иран. Еще одна ложь. Будто бы он поддерживает повстанцев в Ираке. Подумайте о том, что говорил сейчас Аарон Руссо. Война с террором — это война против американского народа и народов мира. Видите ли, элиты всегда проталкивают народу тиранию, нападая сперва на непопулярное меньшинство или чужаков. Ой, мы избавляемся от били о правах и конституции, вводим тайный арест лагеря ФЕМА и закон о военных трибуналах для иностранцев. Это только для них. А теперь федеральное правительство попалось на заявлении, что владельцы оружия, консерваторы, люди, покупающие боеприпасы, вернувшиеся ветераны — угроза номер один для внутренней безопасности. В какой-то мере это именно так. Люди, знающие обилие о правах и конституции, знающие о том, что страну захватили и систематически грабят иностранные банки, думаю, они представляют угрозу для сделавших это преступников. Это и есть суть нового мирового порядка. Это частный корпоративный захват национальных государств и правительств мира. А затем эти частные корпорации вводят тираническую форму неофидализма, которую они зовут корпоративизмом или фашизмом. Уссаллини сказал, что фашизм правильно было бы называть корпоративизмом. И так оно и есть. И они создают социализм, чтобы получить контроль над богатством и над обществом, и направляют поток прибыли к себе. То есть социализируют обычное население, чтобы нас контролировать. Но над нами все частное. По сути, это просто рабство. А теперь подумайте о том, что говорил Аарон Руссо, и это истинная правда. Это война против американского народа. Они наращивают внутреннюю безопасность, они наращивают полицейское государство во имя борьбы с внешними врагами, а потом поворачивают все против простых американцев, в отчетах МИАК и внутренней безопасности и так далее. Все изначально задумывалось против народа, и Аарон Руссо попал в точку. Одно ведет к другому. И все всегда направлено на поглощение новых стран, новых доминантов, чтобы быть уверенными, что американский доллар и большая восьмерка сохранят контроль над всем. Чего они хотят добиться, это контролировать население Америки, контролировать население мира, всем имплантировать радиочипы, чтобы все стали рабами центральных банков. Вы разговаривали с Ником Рафеллером после того, как он рассказал вам все и произошло 11 сентября? Нет. 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 Но я говорю вам, он сказал мне, что люди будут лазить по пещерам и искать Усаму Бен Ладена, будут искать этих парней. Он сказал вам, что все это будет ерунда. Это фальшивка. Все это обман, надувательство. Он смеялся ли, говорил об этом хладнокровно? Нет, скорее смеялся. Цинично. Да, смеялся. Что-то вроде, какие все болваны. Какие болваны. Мы можем делать все, что захотим. Это действительно смехотворно, как было со Заркави. Они 14 раз заявляли, что ликвидировали его. И так никогда и не сказали. Но мы не достали его в прошлый раз, но на этот-то раз он точно готов. По-моему, они упражняются смехотворности. Как насчет того, что Бен Ладен лежал в американском госпитале с больными почками, а? В американском госпитале. Если им нужен был Усама Бен Ладен, он был бы у них в руках. Прямо в американском госпитале. После начала поисков. Каждый раз, когда наши войска действительно ловили вождей Талибана, генералы приказывали им отпустить их. Это появлялось в газетах то тут, то там. Пет Тильман жаловался на это. Я разговаривал с его братом. Правда? Потом его застрелили и сделали большим героем, погибшим в битве с Аль-Каидой. Никакой Аль-Каидой. Его просто застрелили в спину. Послушайте, мы имеем дело с абсолютным злом. Мы имеем дело с абсолютным злом. Пока люди Америки не проснутся и не скажут. Мы больше не хотим терпеть это зло в своей стране. Я хочу вернуться в страну порядочности, доброты, прямоты и чести. Мы будем катиться по этой дороге. И вот, что для этого нужно. Для этого нужно, чтобы люди встали и сказали, мы больше не хотим жить в таком мире. Я считаю, что мы должны вывести все наши войска из Ирака. Я считаю, что мы должны оставить остальные страны в покое, позволить остальным странам жить так, как они решат. Прекратить попытки распространения демократии в мире, которая все равно самая худшая форма правления из всех. Возвратить нашей республике то состояние, в котором она должна быть. Вернуться к тому, что дали нам отцы-основатели. Попытаться восстановить республику. Самый главный момент — мы должны мобилизоваться, каждый из нас. Мы с вами не сможем сделать все, Алекс. Мы с вами можем быть лидерами. Мы можем возглавить все. И люди будут слушать нас и следовать за нами. Но истина состоит в том, что все американцы должны сплотиться, встать рядом, мобилизоваться и сказать, мы этого больше не потерпим. Я адский зол, с меня довольна. Хочу встать и включиться в борьбу. Мы с вами не сможем сделать это в одиночку. Мы только лидеры. Но другие люди должны объединиться с нами. И бок о бок, плечом к плечу, сказать, я этого больше не потерплю. Вот что нужно, чтобы выиграть эту битву. И прекратить сотрудничать с правительством. И всеми их правилами и постановлениями. И пробуждать людей. Раздавать диски с моим фильмом. Раздавать диски с вашим фильмом. Просвещать всех о том, что происходит. Если вы не боретесь с коррупцией и не встаете на защиту правого дела, вы можете очутиться в роли крепостного раба и оставить своим детям мир, в котором сами не захотели бы жить. Как можно, сохраняя порядочность, так поступать? Вы должны защищать в жизни правое дело. Если вы этого не делаете, вы ничто. Свобода — это то, чего действительно хотят люди. И пора остановить двуличность правительства. Многие люди знают правду о том, что происходит в нашей стране. И они знают правду, как, например, цифры, что вы привели об 11 сентября. Они боятся выступить. Люди должны найти в себе мужество. Встать и сказать. Я больше этого не потерплю. Я знаю правду. Они создали такое положение, когда, если вы говорите правду, вас считают психом. Другими словами, если кто-нибудь на телешоу говорит, «11 сентября устроили свои...» «Да ты идиот!» «Ты сумасшедший!» Они вас обзывают нехорошими словами. Этого нельзя бояться. У них нет фактов. Обзывание вас сумасшедшим не делает вас таковым. О, мы знаем. А еще они находят настоящих психов, показывают их по ящику и говорят, что мы все такие. Верно, именно так. Еще одна тактика. Верно, верно. Билл Райли спец в этом. Шон Хеннити спец в этом. Они показывают только тех, над кем могут доминировать. Почему, вы думаете, они участвуют в этом? Они не дураки. Они знают правду. Почему, по-вашему, они решили встать на сторону зла? Оно должно быть в их сердцах. У меня была возможность сделать так же, но сердце мне не позволило. Как можем вы или я сознательно участвовать в делах вроде заражения вирусом СПИДа, вакцин для черных африканцев? Какого дьявола? Мы тоже не ангелы. И имею в виду, я не считаю себя особенным идеальным человеком. Но что, черт возьми, не так с этой элитой? Почему они постоянно только и делают, что несут зло? Постоянно сеют зло вокруг. Думаю, многие из них считают, что поступают правильно. Не верхушка элиты, но люди в системе. Но я думаю, что, как сказал Ник, все связано с контролем и властью. У них столько денег, сколько они захотят. Они могут напечатать столько денег, сколько захотят. У них есть станок. Бери и печатай. Дело не в деньгах. Дело в контроле. Дело в том, каким они хотят видеть мир. Мы с вами верим в индивидуальность, в то, что личность индивидуума – главная ценность. Сегодня мы живем в мире, где доминируют учреждения, а не люди. Американское «мы – люди, воли людей для людей». Теперь это «мы – учреждения, воли учреждений для учреждений». Люди вторичны. Все вертится вокруг корпораций и учреждений. И Федеральный резерв – крупнейшее учреждение в мире. Попросите кого-нибудь назвать крупнейшую корпорацию в мире. Они ответят «Гугл» или «Волмарт» или «Экзон» и так далее. Но крупнейшая корпорация в мире – это Федеральная резервная система. И все другие корпорации кормятся от сиськи Федеральной резервной системы. Это похоже на игру «Монополию». Банк всегда выигрывает, у него неограничены деньги. Игроки на доске остаются в дураках. Именно так. Банк владеет доской, коробкой и полкой, на которой она стоит. Да. Но это потому, что вы отдали им право создавать деньги. Вы должны лишить их этого права. Нужно забрать банк у частных банкиров. Именно. Если вы лишите частных банкиров права создавать деньги, вы решите 95% своих проблем. Да взгляните только на Америку. 10% экономический рост каждый год, как у Китая теперь. И так, пока не появился Федеральный резерв. А потом все показатели конкретно покатились под гору. Они уничтожили американского рабочего. Вот что они сделали. И вот что случилось. Федеральный резерв создал в Америке огромную инфляцию. В результате американский рабочий должен получать все больше денег, чтобы сохранить тот же уровень жизни. Чем больше денег им требуется в качестве зарплаты, тем менее конкурентоспособными они становятся в мировой экономике. Так и получается, что теперь, чтобы покрыть стоимость жизни, мы вынуждены платить своим рабочим столько, что мы говорим, к черту американских пролетариев! За океаном полно дешевой рабочей силы. На самом деле это активная война против среднего класса. Конечно, так и есть. Банкиры печатают деньги. На самом деле это активная война против среднего класса. Банкиры печатают деньги, и они всеми средствами пытаются уничтожить любые частные резервы богатства и независимости. Да, но я пытаюсь сказать следующее. В результате созданной им инфляции, они сегодня позволили другим странам превзойти нас в конкурентной борьбе. Потому что в отличие от нас, другим странам, не нужно платить своим рабочим столько денег для выживания. Поэтому мы больше не конкурентоспособны. Так мы потеряли свою производственную базу, свое конкурентное преимущество. В старые времена люди старались покупать только сделанное в Америке. Вы бы не купили ничего японского. Это было дешевое дерьмо. И что остается нам? Америке остается военная сила. И элита предлагает нам сделку. Мы продолжим наращивать войска, дадим вам работу во внутренней безопасности и переделаем вашу экономику в полицейского бульдога нового мирового порядка в точности. И с помощью контроля над экономикой они силой навязывают всем такое положение. Именно так и есть. У нас больше нет промышленности. Мы экономика услуг. Мы ничего не производим, ничем не снабжаем. Мы больше ничем не снабжаем остальной мир. Прежде всего, я всем рекомендую посмотреть от свободы к фашизму. Мы показываем незаконность подоходного налога. Мы показываем, как сюди засаживают людей за решетку ни за что. Мы показываем коррумпированность системы правосудия и как появился Федеральный резерв и как он контролирует общество. И как все центральные банки мира работают вместе под руководством Банка международных расчетов в Швейцарии, являющегося центробанком для всех центробанков. И как они все вместе работают над созданием мирового правительства, единого мирового порядка, что является их конечной целью. «От свободы к фашизму» — это фильм, дающий хорошее базовое представление о том, как на самом деле работает их мир. И я действительно хочу, чтобы его посмотрел каждый критически. Учитывая СМО, дозированность знаний его участников, я уверен, что в этих организациях состоит множество хороших людей, которые даже не представляют себе конечных целей этих организаций. К примеру, я был в Германии, проходил курс лечения от рака. Одного из раковых пациентов навестил друг, бывший членом СМО. Мы разговаривали, и я показал ему фильм. И он сказал, «О, Боже мой, я выйду из Совета!» Я понятия не имел, чем он занимается. Он и не представлял себе. Просто хороший парень, думавший, что попал в престижную организацию. Да многое они делают, чтобы заполучить хороших людей и следить за ними. Держи друзей поблизости, а врагов еще ближе. Многие вступают в СМО, потому что думают, что это престижная организация. И там они заведут полезное деловое знакомство. У них нет понимания того, что СМО на самом деле нацелен на мировое господство. Того, что они, и трехсторонняя комиссия, и бильдербергская группа, и банки, все работают вместе, чтобы контролировать людей. Многие из них не понимают этого. Они не видят всей картины. «О, это СМО, престижная организация. И сделаю это, сделаю то, получу кучу хороших контрактов». Для них это просто бизнес. А СМО нужны люди, обладающие властью и влиянием. Чтобы они ему помогали, а не мешали. Вся страна сегодня постепенно разделяется на имущих и неимущих. Появляются очень-очень богатые, средний класс планомерно истребляется, и появляются бедняки. А может, это просто ловкая мафия, захватившая власти и использующая грамотный пиар. Но их можно назвать мафией, их можно назвать чем угодно, но это определенно преступная организация. Сомнений нет. Но эта преступная организация обладает престижем. Она выглядит так, будто у нее есть... Какое слово здесь правильно использовать? Класс? Класс, стиль. Ее уважают. Люди не видят в ней преступной организации. Вот как они хорошо потрудились. Люди видят в Валоне Гринспене героя, маэстро. Как вы думаете, что с ним случилось? В конце 60-х он написал большой отрывок, главу для книги Эйн Рэнд. В ней он рассказывал, насколько ужасен Федеральный резерв, как нам нужен золотой стандарт, как нас грабят банкиры. А потом они пришли к нему и сказали, смотрите, какой умный. А сделку с Вильзевулом кто заключал? Именно. Вы заключаете сделку с дьяволом. Они дали ему шанс стать одним из могущественных людей Земли. И они дали ему шанс добиться того, чего, по его мнению, он в своей жизни по-другому добиться никак не мог. А это очень большой соблазн. Это очень заманчивый аромат. Я испытал его притягательность, когда они пришли ко мне и заговорили об этом. Я думал над этим. Я испытывал соблазн. Они спросили, не хочу ли я открыть сеть ночных клубов на побережье. Или вот это, или вот то. Или еще вот это. Все это мне предлагали. Различные бизнес-проекты. Однако вы знаете, что этого нет в вашей природе. Вы просто тот, кто вы есть. Вы не смогли на это согласиться. Я не могу так поступать с людьми. Я просто не могу быть в положении, где мог бы делать такие вещи с другими. У меня просто есть совесть. И моя совесть не позволила бы мне это делать. Люди говорят, что я очень храбрый. Я не храбрый. Думаю, у меня есть совесть. И моя совесть не позволяет мне так поступать с людьми. Я просто чувствую себя отвратительно. Я просто не верю в это. Я согласен. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Когда я поступаю хорошо, я чувствую себя хорошо. Да, именно так. У меня тоже так. Я не знаю, что из этого получится. У меня, к примеру, нет очень больших денег. Но какие есть. И сколько мне еще нужно? Заплатить за учебу детей, иметь комфортный уровень жизни. И я бы не хотел делать гадости, чтобы купить еще немного хлама. Вы знаете, деньги – забавная штука. Я однажды разговаривал с Майклом Айзнером и сказал ему, «У тебя может быть миллиард долларов, Майкл, но это все доллары. Если доллар обанкротится, сколько у тебя будет денег?» И вот в чем дело. Все исчисляется в долларах. Поэтому все думают в переводе на доллары. Но у доллара нет собственной ценности. И однажды все вернется в естественное состояние. На самом деле, вся вселенная, финансовая вселенная, в которой мы живем, иллюзия вроде матрицы. Да, так и есть. И вот почему в определенный момент она обрушится. Они постараются продержать ее как можно дольше. То есть они могут, когда только захотят манипулировать рынками. Они могут, если захотят, еще больше снизить цену на золото. Они могут, если захотят, поднять вверх фондовый рынок. Свободного рынка больше нет. Вы уже не живете в обществе, где царит свободный рынок. Вы не живете в капиталистическом обществе. При этом они постоянно твердят, что у нас капитализм и свободный рынок. Хотя на самом деле ведут с ним финансовую и политическую войну абсолютно точно. Аарон Руссо, благодарю вас за это интервью. Хотите добавить что-то еще? Нет, я сделал это с радостью. Как насчет вашего веб-сайта? Мой веб-сайт freedomtofascism.com. Сходите, взгляните, что там. Но, ребята, знаете, все, что я могу сказать... Верните себе нашу страну. Восстановите Конституцию. Не позволяйте банкирам больше так с нами поступать. Сопротивляйтесь, не бойтесь их. И делайте то, что нужно. У меня есть планы и замыслы. И когда я преодолею свои проблемы, я их перевыполню. И я вас в этом поддержу. Спасибо, Алекс. Послушайте, вы отлично поработали, доводя до людей правду. Не бойтесь, что эти люди сделают из вас посмешище. Если 11 сентября было фальшивкой, а так и было, значит, встаньте и скажите, что это фальшивка. Не бойтесь говорить правду. Не позволяйте им запугать себя тем, что они попытаются выставить вас идиотом. Что вы думаете о поступке Чарли Шина? Я в восторге от его поступка. Я проникся к нему глубоким уважением. Я просто аплодировал ему. Люди сразу поняли, почему за этим моментально последовала его травля со всех сторон. Да, но дело в том, что гораздо больше людей на это не отваживаются. Они формируют эту волну. Чарли сделал это, я очень им горжусь. Еще Дэвид Линч. Но СМИ уже стали умными и на этот раз не кусались. Правильно. Но немногие это подхватили, потому что они контролируют СМИ. Еще Бролин, Джеймс Бролин, один из немногих. Я слышал об этом, я слышал об этом. Но опять же, люди не подхватывают. Барбара Уолтерс выглядела так, будто у нее сейчас случится сердечный приступ. Но люди это не подхватывают. Этому не позволяют развиться. Если кто-то что-то говорит, это заглушают. Вместо этого они старательно продвигают войну с терроризмом. Они продвигают одну ложь за другой. И поскольку мы отдали Федеральному резерву право создавать деньги, они контролируют СМИ, они контролируют правительство. Они все повязаны друг с другом. Поэтому все время приходится бороться с массированной пропагандой. Это очень сложная борьба. Американцы, мобилизуйтесь. Объединяйтесь, держитесь достойно. Скажите правительству, что вы вне себя, больше не сотрудничайте с ним. Не получайте национальную ID-карту. Делайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть Америке ее свободу и свою индивидуальность. Прекратите быть страной, которую управляют учреждения для учреждений. Давайте вернемся к мы-люди, воле людей для людей. Вместо мы-учреждения, воле учреждений для учреждений. Защищайте ваши личные права. Защищайте божественную искру, которая есть в абсолютно каждом из нас. Благодарю вас за просмотр этого исторического интервью с Аароном Руссо. Пожалуйста, не сидите сложа руки, посмотрев этот фильм. Исследуйте частный федеральный резерв самостоятельно. Осознайте, что это главная голова той гидры, которую мы должны побороть. Осознайте, что мы можем бороться с политическими партиями хоть всю жизнь. Но пока мы не затронем сердце, корень проблемы, ничто не изменится к лучшему. Существует правящий класс частных банкиров, выпускающих не имеющие стоимости бумажные деньги. И они совершили ужасное злодеяние. И умеют наглость заявлять, что закон написан не для них. Дамы и господа, теперь более чем когда-либо у нас нет выбора. Либо мы, либо они. Либо новый мировой порядок будет устранен от власти. Либо мир ждет новые войны, новая тирания и кошмарное полицейское государство, воплощенное в жизни этими евгениками. В память о Баароне Руссо и всех остальных борцах за свободу в истории. И ради будущего наших детей и вида, самого человечества, потребуем, чтобы большое жюри расследовало частный федеральный резерв. Арестуем банкиров, вышвырнем этих иностранных корпоративных преступников из нашей страны и вернем себе Конституционную республику. Прекратим отвлекаться на либеральную и консервативную марионетки, которым нам тычут в лицо по телевизору. Давайте будем смотреть не на подставных лиц, а на настоящих архитекторов нового мирового порядка и отдадим их в руки правосудия. У этих наглых ублюдков ни за что не получится остаться безнаказанными, если мы выведем их на чистую воду и публично выступим против. И даже в мейстримных СМИ все чаще появляется информация, что они — это шайка преступников, которых не касается закон, которые отобрали у нас нашу страну. Но они выше закона только в наших головах. Должны вывести их на чистую воду и отдать под суд. Взгляните в зеркало. Решение вы сами. Действуйте. Вступайте в ряды таких людей, как Аарон Руссо, Рон Пол и многие другие. Благослови вас Бог и спасибо за просмотр этого видео. Рассказывайте всем об истинном враге людей. Долой ФРС. Долой новый мировой порядок. Долой гегемонию частных центральных банкиров. Памяти Аарона Руссо. 1943-2007 Продюсер Алекс Джонс Размышления и предостережения. Интервью с Аароном Руссо. Переводы и озвучка Dustfire Это большая идея. Новый мировой порядок. В ближайшем будущем на Земле господствует могущественное мировое правительство. Известно как Бильдербергская группа. Является ли их целью мировое господство? Тысячелетиями их темный орден рос. Сегодня, пока они провозглашают рождение нового мирового порядка, их великая мечта о истреблении 80% человечества уже не за горами. Впервые в истории план элиты о мировом правительстве выставлен на широкое обозрение. Вы узнаете тайну, стоящую за построением нового мирового порядка. Бильдербергцы с семимильными шагами приближаются к мировому правительству, и только образованные и информированные люди смогут остановить их. Впервые все части мозаики были сложены вместе. Точки были соединены, и картина кристально ясна. Правящая элита Земли верит, что обнаружила источник молодости. Но перед тем, как они смогут достичь его, 80% из нас должны умереть. Психопатическая технократия учреждает мировое правительство, чтобы от их плана не было спасения. Новый мировой порядок — это старый мировой порядок. Только названия изменились, только внешняя видимость изменилась. Большинство людей не представляет себе. Им нужны не деньги, денег у них выше крыши. Им нужна власть. Вот их афродизиак. Меня вытащили из самолета в Мюнхене и допрашивали 4 часа. Прозвучали выстрелы. Мне нужно, чтобы вы вышли за пределы участка. Их великая мечта об истреблении 80% человечества не за горами. Эншпиль. Проект глобального порабощения. Вы были предупреждены. Обама печально известен склонностью к лжи. Мы должны добраться до настоящей архитектуры правительства. И она не в президенте. Уолл-Стрит ограбила Вашингтон среди бела дня. Далой ФРС! Далой ФРС! Но Обама уже запутался в брехне. Он брал с первого дня на этих выборах. Элиты используют Обаму для успокоения публики, чтобы иметь возможность тайком протащить Североамериканский союз, начать новую холодную войну и продолжить оккупацию Ирака и Афганистана. Глобалисты находятся вне наций. Это дает им безопасность, и они стравливают страны друг с другом. Надо отдать им должное в создании такого мирового порядка, который, я думаю, все бы мы рады были увидеть. Партнерство и сотрудничество между нациями не вопрос выбора. Это единственный путь. Что они делают, это используют существование Соединенных Штатов, чтобы осуществить свои уолстрицкие фантазии о мировом господстве и сохранении своих структур капитала и системы грабежа. Борьба, которую эта страна ввела со дня своего основания, не дать центральным банкирам захватить страну. Президент Барак Обама – лишь инструмент более крупного замысла. У сенатора Обама было желание провести встречи, у меня было желание встретиться с ним сегодня в частном порядке. Так мы и сделали. Кандидат в президенты Барак Обама публично критиковал Североамериканское соглашение о свободе торговли в погоне за голосами, но в частном порядке заверил канадских чиновников, что причин для волнения нет. Если поговорить с нашими генералами, им позарез нужен гражданский аналог наших вооруженных сил. Как это называется, когда у вас возникает ложное чувство удовлетворения? Президентом стал черный, и теперь все будет в порядке. Нет, все не будет в порядке. Да, я знаю, как непопулярно в настоящее время выглядит помогающий банкам, особенно когда все страдают частично от их плохих решений. Поверьте мне, я это понимаю. Обман Обамы. Правда наносит ответный удар. Закажите свой экземпляр обмона Обамы сегодня на infowars.com или скачайте его в супервысоком качестве на prismplanet.tv